добрый вечер дорогие друзья ну вот прошла еще одна неделя мы с вами снова встречаемся встречаемся последний раз в этом году потому что действительно последняя программа уходящего года следующий уже будет в новом наступившим конечно я не мог не последовать нашей традиции в последней программе уходящего года должна быть снегурочка вы себе даже не представляете какую снегурочку удалось отыскать ну достаточно сказать что пару лет назад журнал time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира и в этот список попал только два человека русского происхождения вот один из этих людей вернее одна из участниц этого списка сегодня у нас в гостях потрясающая великолепная несравненная снегурочка в исполнении анны нетребко они добрый вечер нигурочку вызываем вызывали вызывали снегурочка как вам пласть ни горочки а снегурочку это опыт то есть потому что там всякие там травиаты и прочее снегурочку как я все детство на детских елках отработала правда не в качестве снегурочки в качестве бабе ги потому что Снегурочка была слишком скучна как образ, мне нужно было место развернуться. То есть я была Баба-Ягой. Аня, как это с такой внешностью потрясающей? Кстати, в журнале «Тайм» написано, что сокрушительная внешность и сокрушительный голос. И вообще сравнивают с Марией Калос. Ну, то есть такие дифферамбы. И вот с такой потрясающей внешностью Баба-Ягу вы, наверное, режиссера доводили до иступления. Он хотел, чтобы вы Снегурочку играли. Я очень смешная была. Когда была совсем маленькая, была очень смешная. Потом я уже была черненькой, Снегурочки обычно блондинки. Мне больше нравилось Бабу-Ягу играть. Со временем изменились ощущения? Сейчас Снегурочку нравится больше играть, чем Бабу-Ягу? Никогда не играла. Вот первый раз у вас сегодня. Ну, получаете удовольствие. Я думаю, мне явно не хватает белого парика. Но мы это опустим. Давайте сделаем так. В следующий раз, скажем, на следующий Новый год, если вы будете здесь, мы уже запишем с вами программу, где вы будете в белом парике. Хорошо, договорились, договорились. Раз заговорили о детстве, сейчас будем легенды и слухи подтверждать или опровергать. Это правда, что вы мастер спорта по акробатике? Нет. А это правда, что вы профессионально занимались акробатикой? Пять лет. Не профессионально, а занималась спортом, да. Кроме какого? Но до мастера спорта я не дошла. Ну, был разряд какой-то, да? Да, я думаю, был первый взрослый разряд. А каким еще видом спорта вы занимались? Я занималась легкой атлетикой, немного балетом и немного баскетболом. Это правда, что вы так и не закончили консерваторию? Да. Почему? Я ушла работать в театр и была просто очень занята. Мне просто не было времени и учиться, и работать. Голоса на все не хватало. След потерялся окончательно. Что значит, поясните, пожалуйста, что значит не хватало времени работать и учиться? Вы ушли в театр в качестве кого? Солистки. Минуточку, а когда вы уборщицей работали в Мариенте? Ну, уборщицей я работала, когда я училась на первом курсе. Это было очень давно. Я была еще совсем ребенком, мне было 18 лет. И я училась. И работа, это просто была возможность посещать театр, смотреть все спектакли, репетиции, все концерты, на которые было невозможно достать билеты. Ну, вообще-то, если говорить честно, то работа в театре внутри, за кулиси, дает для обучения актера и актрисы порой больше, чем любое учебное заведение. Потому что то, что вы увидели в театре изнутри, со шваброй в руках, вас никто никогда бы этому не научил и не рассказал. Абсолютно точно. Итак, чудесное превращение из уборщицы в Примадонну, в солистку. Благодаря какому прекрасному принцу? Гергиеву? Я выиграла конкурс в Глинке. Я взяла первое место. И после этого мой педагог, Новиченко Тамара Дмитриевна, решила, в общем-то, попробовать меня в Мариинском театре. Мы пришли на прослушивание, на роль Барбарины, потому что я была все еще очень молода, 22 года, это действительно очень рано. И мы решили попробовать, и меня взяли сначала на Барбарину, но потом я скакнула сразу на Сюзанну, потому что режиссеру я очень понравилась. Я как-то сразу как-то так вошла, быстро запомнила, что куда делать, и провернула всю сцену без ошибки. И Барбарины, в общем, я никогда не была, я сразу стала Сюзанной. Это был мой дебют. Там заметил Гергиев? Нет, Гергиев заметил меня позже, он меня пригласил на Руслана и Людмилу в Сан-Франциско. Это была моя вторая партия. И пошло-поехало? Ну да, так. Пошло-поехало. Говорят, что, вот я тут навожу справки среди общих знакомых, прежде чем встретиться с человеком, говорят, что нетребка совершенно не заражена звездной болезнью. Это вам комплименты, собственно говоря, делают, или вы на самом деле не страдаете? Не страдаю. Не капризно? Капризно. Как женщина. Ну, это как нормальная, это как женщина, и тем более как Снегурочка. Но без звездочек. Нет, без звездочек. Капризно, как всякая избалованная женщина. А я избалована, конечно. Мужчинами или режиссерами? Нет. Жизнь у меня такая. Вообще, оперные певцы должны себя любить, холить или леять, потому что, естественно, все зависит от нашего состояния, от нашего голоса. Мы работаем нашим голосом, нашим организмом, поэтому у нас к себе особое отношение. А поскольку я еще и женщина, то я вдвойне избалована. Ну, если вы это сами понимаете, значит, не так уж и избалованы. Вообще, Аня, это комплимент то, что говорят, что вы, в общем-то, совершенно не похожи на классический образ оперной певицы. Скорее, похоже странно, что вот такая женщина, которую можно было бы назвать моделью, обладает таким потрясающим голосом. Это хорошо, что вы совершенно не попадаете в такой классический образ, как все люди представляют оперную певицу? Наверное, хорошо. Я ничего специально для этого не делала, это просто как-то так получилось. На самом деле, очень много певиц и певцов, которые замечательно выглядят, и при этом у них роскошный голос, они двигаются, играют и поют. Ну, может быть, я просто как-то так попала под прицел. Аня, вы звезда без... Я не люблю это слово, но, тем не менее, другого не придумали. Вы звезда без преувеличения мировой величины. На афишах иногда не пишут даже фамилию, пишут просто «Анна», и достаточно. Народ ломится, цены на билеты спекулянты продают такие, что неизвестно, сравнимы эти цены с вашими гонорарами или нет, если взять все билеты. И все равно вот вы сейчас волнуетесь. Вы очень чувствительный человек, а чего вы волнуетесь? Я волнуюсь. Ну, потому что для меня, наверное, привычнее выступать на сцене, чем сидеть вот так перед камерой в разговоре. Вы не очень это любите? Ну, не то, что я не люблю это, но это просто для меня что-то такое, чего я не делаю постоянно. Вы себе не представляете, как я вам признателен, что, несмотря на это, вы согласились на эту встречу. Я это действительно очень ценю. А уж то, что вы согласились накинуть на себя вот эту серебряную штучку, чтобы еще больше соответствовать роли Снегурочки, так вообще. Как с режиссерами? Насколько режиссерам приятно с вами работать? Насколько вы мобильны, как актриса? Потому что очень многие режиссеры, наши с вами общие знакомые, с кем я беседовал, и Франческо Замбелло, и Тителли, Александров, говорят, и это правда, что существует огромное число оперных артистов, с которыми работать мука мученическая. Потому что как актеры это беда, и чуть-чуть подвинуть в сторону, это всегда трагедия. Самое главное встать на мизансцену, набрать воздух, диафрагму и попасть точно в ноту. Насколько не тряпко, мобильно, как актриса в работе? Могу сказать, что я довольно мобильно. Я могу делать очень многие вещи на сцене, даже петь вниз головой. Но я должна сказать, что в опере прежде всего самое главное – это замечательное пение, свободное пение, большое дыхание, крупный красивый голос. И если мизансцена мешает этому, то мизансцена должна быть исключена или заменена на что-то более удобное. Потому что есть моменты в опере, где не нужно много петь. Тогда, пожалуйста, можете двигаться сколько угодно, большие ансамбли. Но есть серьезные арии или серьезные музыкальные куски, ради которых меломаны приходят в оперу послушать именно этот фрагмент. И если в этот музыкальный фрагмент певица или певец задыхается, потому что режиссер поставил так неудобно, то это никому не надо. – Судя по тому, что вы сейчас говорите, за последнее время у вас были кое-какие конфликты с режиссерами. Потому что раньше Нетрябка относилась к этому значительно более, по моим сведениям, значительно более просто и даже с удовольствием. То есть ей нравилось педалировать, извините за это слово, именно актерское начало. Потому что вокал вокалом, но вот это вот актерское существование во многом превалировало. Изменилось ваше отношение немножко, да? – Изменилось, потому что, опять же, я очень часто не просто пою на сцене, но я нахожусь в зрительном зале. Я смотрю другие спектакли, я смотрю моих коллег очень часто, и мне это очень нравится. И вот я замечаю такие вещи для себя, что иногда режиссура превалирует над музыкой, и этого не должно быть в оперном театре. – Как вы думаете, если мы сейчас посмотрим фрагмент эстравиаты с вашим, естественно, участием, это будет доказательством того, что вы говорите, или наоборот, противовес тому, что вы сейчас сказали? – Это постановка очень особенная. Она готовилась шесть недель. Это огромный срок. Мы работали очень серьезно. И это Вилли Декера – режиссер, которому я доверяла от начала и до конца. То есть я исполняла все, что он делал. Это очень редко случается. – Ну тогда смотрим. – Аня, Виолетта в Травиате, да, Розина, Сивильский цирюльник, Марфа, Царская Невеста, можно перечислять до упора. Осталось что-то из неспетых партий, которые хотелось бы вообще спеть? Или уже перепето все? Джульетта? Что осталось-то? – Ой, очень много. – Например? – Опер-то много понаписано. – Ну да, особенно плохих. – Нет. – Хорошие вы все перепели. – Нет, неправда. Столько существующих. – Ну так что осталось? – В следующем году я буду петь Анну Балену. Это очень интересная партия, очень трудная. Опера Деницетти. Вот. И мне нужно будет изображать королеву. Нужно будет подучить немножко историю, что про что. А то я так только Тюдоров смотрела. Сериал, знаете. Мне понравилось. – Вот, а вы еще и кокетка. Замечательный. Мне очень нравится. – А то. – Ну, Деницетти. Еще что? – Ну вот, согласилась петь Аннегина зачем-то через два года. Очень просили. Новая партия будет. – Жалеете, что согласились? – Ну, немножко мне не по голосу. Но я думаю, через два года как-нибудь что-нибудь сделаем, свояем. Это мне учить не надо, это я знаю. – 2002 год. Ну, в общем, такой серьезный момент в вашей истории, в вашей карьере, да? Метрополитен опера и Наташа, да? – Сильно действительно это изменило жизнь, вывело на какой-то иной уровень или это, в общем, такое нормальное продолжение движения? – Ну, дебют в Метрополитен оперы – это всегда очень важное событие в жизни любого певца. Конечно, это было что-то очень особенное. Тем более «Война и мир», тем более такая партия. Там есть все. Великолепная музыка, прекрасный образ. Наверное, одна из самых моих любимых партий. Наверное, поэтому как-то это было отмечено и замечено. – Наверное, начиная с этого момента, весь мир без преувеличения, ну, во всяком случае, мир любителей оперы, любителей музыки, задохнулся не трепко. Вот от Наташи в Метрополитен, оттуда это все пошло уже вот на этом круге? – Не знаю. – Ну, сами-то чувствуете наверняка. Точно так же, как, по-моему, год спустя тоже было очень важное событие. Я имею в виду Моцарта, потому что, насколько мне известно, русские Моцарта петь не умеют. – А, Зальцбург, да. – Вашей родной Австрии. – В нашей родной Австрии, да. Неправда, очень много русских певцов там поют. – Ну, это сейчас. А кто пел раньше? Казарновская пела, по-моему, все. Больше никто Моцарта или не пел. И все говорили, что русские Моцарта петь не могут. Не так разница? – Да, действительно. Ну, потому что русские певцы, как правило, имеют очень крупные голоса. И они известны на Западе как исполнители Вагнера или Верди. Как Мария Гулигина. Сколько лет она поет. Такой крепкий репертуар. И она практически одна, кто тянет на себе такой репертуар. А легких голосов в России, в общем-то, это редкость. Вот. А Моцар требует именно такой легкости. – То есть, когда вы приступали к репетициям Доны Анны в Дон-Жуане в Зальцбурге, мало кто верил, что, собственно, будет такой эффект разорвавшейся бомбы? Никто не верил, и я не верила. Никто из моих друзей, ни мои коллеги, ни моей педагоги. Никто не верил. Во-первых, Дон-Анна – это партия для другого голоса. Всегда считалось. Говорят, зачем ты это поешь? Говорю, не знаю. Попросили. Ну, я поеду, спою прослушивание. Харнанкур ищет Дон-Анна уже пять лет и не может никого найти. Всех пересмотрел, никто не нравится. Я вышла, спела две фразы, он говорит, окей, будем работать. Был для меня очень большой сюрприз. – Ну, вы же рисковали, Аня. Вообще, видимо, судя по всему, такая рисковая дамочка, да? То есть, вот типа, можно ва-банк сыграть. А если бы вы грохнулись в этой роли, что вполне могло бы произойти, учитывая, что это еще не ваша партия. То есть, вы на риск пошли. Я правильно понимаю ситуацию? – Ну, да. – Насколько это вообще не в творчестве, а в жизни для вас характерно вообще человек, который любит поиграть с судьбой и рискнуть? – Я не могу сказать, что я люблю поиграть или рисковать, но, конечно, выходить на тысячную публику – это надо иметь определенный склад характера. – Надо иметь силу воли определенную. А тем более, вот эти вот живые спектакли, которые транслируются на весь, на многие кинотеатры, и многие миллионы зрителей смотрят, и камера очень близко настроена. – Это очень страшно. То есть, это надо… Надо иметь стальные нервы. – Они у вас есть? – Да. – То есть, это вот только по первому впечатлению такая вот обаятельная, котетливая красотка, а на самом деле внутри сидит такой жесткий стержень? – Я могу стрелять из базуки. – Пробовали? – Да. – Попадали? – Да. – Да я не спрашиваю, в кого. Обратите внимание. Судя по всему, попадали неоднократно, поэтому я просто не хочу тратить время программы на перечисление. – Шучу, шучу. – Ну, хорошо. Вернемся ненадолго. Если не к детству, то чуть раньше. Насколько мне известно, вы росли в такой замечательной интеллигентной семье, не имеющей никакого отношения к искусству, да, и окружали ваших родителей. Или, естественно, у вас люди, которые ходили в походы, пели песни под гитару, да, несколько иная стилистика и несколько иной круг. Насколько этот круг для вас сегодня чужой? Насколько вы сегодня такая светская, ну, я не могу сказать к певице с мировым именем, применить слова светская львица. Светская львица – это у нас обычно женщины, которые славятся другими подвигами. – Кругими подвигами. – Да, далеко не всегда на сцене. Но, тем не менее, насколько вы сегодня находитесь, ваши друзья уже другие люди окружают, какие уж там палатки, какие там барды, какие там гитары? – Абсолютно все мои друзья детства со мной. Каждый раз, когда я приезжаю в Краснодар, не очень часто, к сожалению, они всегда собираются, они в этот же вечер все приходят ко мне домой. И еще чаще они приезжают ко мне. Я их просто забираю к себе, где бы я была, в какой стране. Мои подружки ко мне приезжают. – К подружке детства? – Да. Мне очень важно общение с ними. И я могу сказать, никакие коды, никакие изменения в жизни не поменяли наших отношений. И это очень важно для меня. – А где и куда люди приезжают? Я так понимаю, насколько мне известно, вы гражданка Австрии, да? – Ну, я, у меня двойное гражданство. – Ну, русская, российская и австрийская, да? – Еще плюс квартира здесь в Нью-Йорке, по моим агентурным данным. – Да. – Так куда в основном подружки-то приезжают? Все-таки в Вену и в Нью-Йорк? – Везде. Они могут приехать и в Англию, могут во Францию приехать, смотря где я нахожусь. Я же переезжаю все время. – Живи в самолете? – Многовато самолетов, да. Для такой жизни одной. – Аня, а как? Я прошу прощения за такой, может быть, вопрос несколько бестактный. А как вот эта жизнь в самолете соотносится с маленьким ребенком? Вот объясните мне, пожалуйста, для меня это загадка. Я понимаю, что вопрос, наверное, не очень умный и провокационный. – Нет, не провокационный. Ребенок всегда со мной. – Сколько ребенка сейчас? – 15 месяцев. – Хорошая судьба у ребенка 15-месячного, что за собой таскают из страны в страну. – Повезло мальчику. – Ну, он вообще счастливый ребенок. Хотя его воспитываю довольно строго. Он у меня не избалованный. Не хочу избалованный детей. Хочу хорошего мальчика. – Аня, а вот вы сказали, я прошу прощения, что перебиваю, буквально там 10 минут назад, что вы очень избалованный. Вы поэтому не хотите, чтобы у вас ребенок был такой, как вы? Типа на своем примере вы убедились, что избалованный ребенок – это нехорошо? – Ну, я избалованный стал уже гораздо позже. – А, то есть родители не баловали? – Нет. – То есть вы воспитываете ребенка примерно так, как воспитывали они вас? – Ну, может быть, чуть-чуть построже. – Пожестче, да? – Чуть-чуть. Потому что, к сожалению, жизнь у меня такая суровая. Дисциплина нужна, порядок во всем. Аня, ну чем у вас суровая жизнь? Ну, извините, я не хочу такие слова говорить. Королева, весь мир у ног, поклонники с ума сходят, отпихивают друг друга локтями, ногами и руками. Люди задыхаются, чтобы попасть на спектакль, где вы поете. Во всех оперных театрах мира на лучших площадках нетребко мечтают заполучить. Ну, какая квартира там, гражданство здесь. Ну, счастливая женщина, ну, какая там суровая жизнь? – Конечно. Я ничего вам не буду говорить. Если вы видите так, мою жизнь прекрасная, замечательная. Зачем я буду вам жаловаться? – Так вашу жизнь, так вашу жизнь видят миллионы людей. – Ну, хорошо, бускай виден. – Я хочу, может быть, кто-нибудь сегодня узнать, что на самом деле все не так, что под этой внешней позолотой существуют какие-то серьезные проблемы, кроме постоянного тренажа, кроме постоянного волнения не потерять тот уровень, на котором работаешь. Потому что ведь люди воспринимают то, что они видят на самом деле. – На самом деле я не хотела бы жаловаться ни на что. Конечно, у меня замечательная жизнь. Конечно, у меня очень интересная жизнь. Во-первых, потому что я занимаюсь делом, которое я люблю. Это, я считаю, счастье. – И меня окружают люди, которых я люблю и которые любят меня. Это очень-очень важно. – А все остальное, ну, конечно, трудно. Конечно. Конечно, я должна работать. Я должна выжимать из себя все, чтобы добиться вот такого высокого результата. Чтобы работать, чтобы остаться вот там вот на этой, на вершине. Да, работа оперной певицы – это очень трудно, потому что спектакли живые. Мы никогда не поем под фонограмму, нас никто никогда не дублирует. Мне очень часто приходится петь в больном состоянии, потому что отказ от спектакля – это катастрофа. Это влечет за собой серьезные-серьезные последствия, что мне легче выйти больной с температурой и спеть, чем отказаться. Ну, это такие мелочи. – Аня, спасибо, что ответили. Ну что, теперь, чтобы вы передохнули немножко после этого ответа, давайте еще какой-нибудь фрагмент посмотрим. Что, например, если мы посмотрим фрагмент из «Буритана»? Пойдет? Скажете два слова, прежде чем мы его посмотрим? – «Буритане»? – Да. Этот спектакль – это была живая запись, и вот одна из тех трансляций на кинотеатры. Это довольно трудная опера, ее очень сложно петь. И как раз вот там много движений, я не использовала много движений, но вот этот вот трюк, пение вниз головой, это я придумала буквально за несколько минут до начала. Ну вот поэтому и выбрали. Смотрим. Ну и слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну хорошо, еще вот о чем поговорим. Ну просто я понимаю, такая женщина, рождена для опереты, ну бог подвел, дал голос слишком мощный, а на самом деле по всему такая стройная, такая красивая, такая заводная, такая… Я уже не такая стройная, спасибо. Ну ладно, 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 не скромничайте. Аня, так как же мило опереты проскочили? А ведь все звали, ведь заманчиво было, нет? Заманчиво было, но как бы не было времени, никогда не сложилось. Очень сожалею, и может быть в будущем я с удовольствием бы поучаствовала в каком-нибудь оперете. Но, к сожалению, ведь опереты в основном на немецком, а немецкий очень трудно, очень трудно выучить, я не могу. А, то есть я так понимаю, что опереты нету, потому что ленивая, неохота учить немецкий? Да. А, понятно. То есть здесь не какие-то принципиальные соображения, что опереты низкий жанр? Ну нет, что вы, нет. Опереты – это прекрасный жанр, я очень люблю, и с удовольствием бы спела бы в оперете. Да я не сомневаюсь, я спрашиваю, почему, потому что мне стало известно, что вы где-то там конкурс по Канкану выиграли. Был такое? Да, в ночном клубе с пьяной, это было давно, я еще студенткой была. Это было весело. У меня были красные колготки, и почему-то вдруг меня потащило на сцену. Я помню, сколько мы пили там этих космополитенов, уже не помню. Но молода была совсем. Но выиграл зато. Конкурс по Канкану? Да. То есть если сегодня режиссер попросит, что нужен Канкан, то можно будет быстро восстановить? Я думаю, да. Я думаю, смогу. Да, 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 на начало положено. Что там происходит у нас с кинематографом, с пробами, с фотосессиями? Я вот тут про светскую жизнь не смело заговорил. С плейбоями. И вообще почему-то вот говорят, я правда сам не видел, к сожалению, но говорят, нетрепко снялась для плейбоя, но в каком-то совершенно таком строгом виде. А зачем строгом виде для плейбоя? Нет, вы знаете, для плейбоя действительно я должна была сниматься не в обнаженном виде. Плейбои, да и не только обнаженные фотографии. Можно сделать прекрасную фотографию сексуальную в одежде. Или почти. Но, к сожалению, уже все было сделано, но я забеременела. И после этого как бы так... Ничего страшного, подумаешь. Потому что, Аня, это отговорка. Вспомните Дэми Мур, эту фотографию, когда она была уже глубоко беременна. Нет, нет, нет. Ребенок это совершенно другое. Я вообще отделяю его от моей профессии, от всего этой, от всей этой шумихи. И теперь я же как жужжую. Я уважаемая мама, певица, какой плейбой. И потом, не знаете лет сколько? Я знаю, очень мало. Молодая, красивая. А послушайте, а может быть здесь дело в том, что у вас муж такой горячей крови? Муж суровый, да. Я за последнюю мою съемку в Инстайл, русский журнал, где я там, в общем-то, в Неглиже, в каком-то у меня поругал. Сказал, нельзя. Ревнивый? Очень. А вы? И я. Тоже ревнивый? Да. Как же вы там уживаетесь? Он у тебя ругается у вас, да? У нас, да, хорошая такая латиноамериканская, русская семья. Ужас, гремучая смесь. Ну хорошо, мне нравится. Зато не скучно. Нет, я понял. То есть вы друг другу устраиваете сцены ревности постоянно? Нет, ревности не устраиваем, потому что мы себя ведем хорошо, вот, и ни на кого другого не смотрим. Но ревность, она все равно возникает. Даже от дуновения ветра. Ань, так это ребенок, наверное, должен быть вообще какого-то потрясающего характера, да? Вот эта русско-уругвайская смесь. Просто действительно коктейль такой. Он тихий мальчик, мы же его называем Тиша, Тихон, Тихон как бы по-русски, да? Он тихий, милый ребенок. Все время улыбается и читает книжки. О! На каком языке? На русском, конечно. У вас хватает времени заниматься с ним языком? У меня времени не хватает на него. Но, конечно, мы читаем книжки, он очень любит русские книжки. О, вы знаете, что он сходит с ума от Чебурашки и Крокодила Гены. Если я поставлю этот мультик, он пока все до конца не посмотрит. Все четыре мультика, он не двинется с места. То есть Чебурашка просто любимый герой. Аня, а как сочетается то, что вы любите ходить по магазинам? Ну, это все доносы на вас. И при этом, да, ну что ж, это смущение так, да? А при этом говорят, что вот вы не любите драгоценности. Я лично в первый раз в жизни встречаю красивую женщину, которая говорит, что она не любит драгоценности. Если сказать, что это правда, а вас они слушают. Нет, вы знаете, это как в каком-то журнале кто-то написал, что я еще не только не люблю, я сказала, я ненавижу. Погорячились. Конечно, я люблю драгоценности, как всякая другая женщина. Тем более, что у меня контракт с Шапардом. Я просто хотела сказать, что я не буду тратить ни за что огромных денег на бриллианты или на что-то такое. Я тут не понимаю, зачем такой женщине самой тратить деньги на бриллианты? Я так понимаю, что есть достаточно желающих эти бриллианты подарить. Никто в жизни никогда ничего мне не дарил. Аня, ну а по-честному? Клянусь. Ну, Снегурочка все-таки. Я рассказывала уже эту историю. Один раз поклонник в консерватории подарил мне сапоги. Носить было нечего. В общем, бедная, голодная юность. Слава Богу, что я их не одела. Потому что потом, когда я отказала этому поклоннику, сапоги он забрал. И с этого момента я решила себе, и никогда в жизни ни от кого ничего не возьму. Потому что это всегда как-то так обязывает к чему-то. Чревато. А я никому не хочу быть обязана. Если мне что-то нравится, я куплю себе сама. Или не куплю, если у меня нет денег. Поэтому так, если у меня есть много денег, я иду в Бергдорф. Если у меня нет денег, я иду в Ти Джи Макс. И точно так же накупаю прекрасные, замечательные вещи, только гораздо дешевле. Анечка, объясните мне, пожалуйста, а что, сегодня могут быть такие моменты, что у исполнительницы такого уровня нет денег? Ой. Или это вы кокетничаете опять с Ти Джи Максом? Нет. А, Ти Джи Максом. Ну, еще расскажите, какой любите в Макдональдс зайти и съесть гамбургер? Обожаю. Но нельзя, потому что худеть надо. Денег? Да нет, я не могу сказать, что я не жалую. Просто потому что последние два года я купила квартиру, я пытаюсь свою жизнь как-то так обставить, построить. И, естественно, на это уходит огромное количество средств. Любите веселье, комфорт, хорошую компанию, тусовку, как принято говорить? Или немножко изменилось? Изменилось очень сильно. Я стала такой домашней, тихой, занудной. Сварливой жены? Ну, сварливой нет, но тоже бывает, да. Вообще характер испортился очень. После рождения ребенка какая-то стала такая... Раньше была повеселее, так, полегче. С тоской об этом говорить? Немножко, да. Какой-то легкости не хватает. Аня, бывает, что вы для удовольствия поете что-то, не связанное с оперным репертуаром? Вот в компании подруги приезжают в Лондон или в Нью-Йорк или в Вену. Там бухнете как следует. И запели. Нет, я вам хочу сказать, что бухнете как след, такого не бывает. Ну, нет, как следует. Я пью очень осторожно, очень. Я никогда не смешиваю алкогольные напитки, и я никогда не напиваюсь до поросячьего визга. А вы хотите сказать, что петь для удовольствия можно только напившись до поросячьего визга? Все остальное за деньги. Да я не пою вообще. Не, ну я поэтому спрашиваю. В компании как-то бывает, прорывается? Нет? Меня, знаете, еще очень порадовало, что вы как-то абсолютно открытый человек в плане других жанров. Вы рассказываете о том, что любите MTV посмотреть, перечисляете даже каких-то, на мой взгляд, абсолютно малоинтересных исполнителей в этом жанре. Кого это вы имеете? Нет, 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 я с вами связываться не буду, я не буду называть эти имена. Не, ну я понял, вы там говорили, что вы любите там Эмерсона, мне было бы понятно. А когда вы называете каких-то таких, ну не буду. Значит, вы так человек разносторонний, я подумал, может вы и бардовские песни поете в охотку, может вы романсы поете, может еще что-то такое. Нет, вы знаете, барды как-то они прошли мимо меня. Ну в детстве прошли. Нет, а я никогда ими не увлекалась. Я не знаю почему. Ну это, я так понимаю, что было больше увлечение ваших родителей, которое вас не зацепило, да? Ну а вот романс, джаз, что-то еще абсолютно не имеющее отношения к опере. Отношения, нету к этому ни малейшей тяди, или все-таки что-то присутствует? Джаз я люблю послушать, джаз, несколько раз мы ходили здесь в Нью-Йорке, джаз-клубы. Но если честно, я ничего не понимаю в этом. И тяги никакой к этому нету, как вы исполните? Интересно, конечно, да, здорово, но чтобы так вот меня прямо это зажигало, я не могу сказать честно. Ну хорошо, во всяком случае, хорошо, что честно ответили, потому что очень многие оперные исполнители любят на этот вопрос отвечать. То, что да я бы с удовольствием, я вот абсолютно с ума сошел, когда Кабалье с Фредди Меркури, если бы мне вот человек уровня Меркури предложил, то я бы тоже бросился, или я бы тоже бросилась. А у вас этого нету? Мы собираемся записать песню с Филиппом Киркоровым. Ну то есть понятно, раз нету Фредди Меркури, то будете записывать с Киркорова. Да, хорошая песня, замечательно, я очень интересна даже. А что, Киркоров будет петь оперную партию, или вы будете петь попсу? Нет, Киркоров будет петь свою партию, а я буду петь оперную партию. Ну это такое кроссовер, это что-то такое новое, необычное, я решила попробовать, почему нет. Ну я должен это немножко переварить. Что вы смеетесь? Нет, ну действительно, я был к этому не готов. Я должен немножко переварить и представить себе, как... Вы что, разочарованный? Нет, нет, наоборот, я восхищен, как будет нетрепко выглядеть рядом с Филиппом Киркоровым, поэтому, чтобы немножко как-то... Я думаю, хорошо, хотя бы он у меня выше ростом. А, это единственный принцип, который вы выберете такого партнера? Нет, почему? Мне очень было приятно, когда он позвонил и предложил записать эту песню. Песня мне понравилась. И, в общем-то, все мои менеджеры, они так дослушали, так... Рот у них медленно открывался. И говорят, вот это да. Я говорю, ну а почему бы нет? Собственно говоря. Это же ничего никому не будет стоить. Мы запишем песню и, пожалуйста, все. Ну вот, поскольку у меня рот тоже медленно открывался, как у ваших менеджеров, я должен сделать небольшую паузу. И пока, к сожалению, друзья, мы не можем посмотреть Анну Нетрепко в паре с Филиппом Киркоровым. Придется удовлетвориться богемой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Аня, какая же вы хитрая, а? Я вот понял, почему. Я вас и так, и сяк... Я оценил. А вот, Анечка, не любите ли вы джаз, а может быть, романс, а может быть, русские народные песни? Да, я очень люблю. А спойте нам кусочек. А так, конечно, какой же спойте кусочек, если я все это не люблю и не пою. Ань, ну, что-нибудь, немножко. Не-не-не-не, петь в студии не буду, пожалуйста. А что такого? Не-не-не. Ваш партнер Хворостовский здесь пел, не остановить было. Он талант, а я нет. Он может, у него прекрасный, у него такой репертуар целый, этих песен, он так замечательно их поет. А у вас что? Ничего нету? Да я оперу пою все время. И все время? Ну да. Надоело, небось, страшно? Ну что? Надоело. Не, не буду петь, честно. Может быть, возьмете, знаете что, ладно, бог с ним, может быть, действительно, сейчас, когда с Филиппом отпоете, возьмете несколько вещей, попсы нормальные, и будет у вас что петь. Такие странных, шлядеров. Нет. Нет? Нет. Женщина моего возраста уже как бы так нельзя, так петь такие вещи. Аня, вы все время котетничаете и прибедняетесь. Если бы речь шла о каком-то вашем таком возрасте, неужели бы я вас пригласил на роль Снегурочки? Ну, подумайте сами. А Снегурочки тоже разные бывают? Кати, Снегурочки все молодые и прекрасные. Они, конечно, могут быть иногда шатенками и брюнетками, а не блондинками, но то, что они молодые и прекрасные, это точно. Поэтому то, что вы исполняете роль Снегурочки сегодня, это доказательство того, что ни о каком возрасте речи сегодня нет. Кстати, вы человек суеверный, вы верите, вот там наступает год Белого Тигра. Кто вы по гороскопу? Я, по-моему, кабан и дева. То есть, судя по тому, что вы говорите «по-моему», вы к этому спокойно отнестесь. Нет, она вам не нравится. Я не верующий человек. Я не верю ни в какие религии. Абсолютно атеистка. Но китайский гороскоп не нравится. Я даже звоню своим подружкам и говорю, так, девочки, что одеваем на этот Новый год, что у нас там на столе, просто потому, что это нравится. Я не знаю, верю ли я в это или нет. Наверное, нет. А есть какие-то манки, как раньше говорили старики в театре, вот какие-то, что вот перед выходом на сцену надо обязательно сделать то или не сделать не это. Я не спрашиваю, что, потому что я понимаю, что это табу, никто об этом никогда не говорит. Но, тем не менее, есть какой-то ритуал? Ничего нет. Абсолютно. Какая приземленная женщина, несмотря на воздушную совершенно внешность. Но, к сожалению, можно выполнять все ритуалы и делать все, что угодно, и выйти, и навалять во всех местах. А можно плохо себя чувствовать, нет ни голоса даже разговорного, выйти и спеть лучший спектакль. Поэтому на это не надо обращать внимание. Надо просто концентрироваться, и все, по возможности. Ань, кроме того, как на работу, на ребенка, которому он 15 месяцев, я понимаю, сколько на это идет и любви, и сил, и времени, и откуда наберется, непонятно. Плюс подруги. Что-то еще существует в жизни какая-то отдушная? Ну, кто-то лобзиком выпиливает, кто-то в гольф играет, кто-то из базуки стреляет. Что-то есть или практически ничего больше нет? Дом, семья, работа. Все. Ой, вы так сказали. Жизнь такая прекрасная, насыщенная. Он как дом в себе работает. Насыщенная чем, кроме дома. Я поэтому и спрашиваю. На что-то еще хватает времени? Ну, сейчас как-то меньше. Ну, вообще я стараюсь. Я вот хожу в театр. Сегодня я пойду на премьеру фильма. «Найн». Меня пригласили. С удовольствием пойду, посмотрю. На концерты хожу. С моим мужем мы очень любим готовить. Он лучше готовит меня. Но я тоже так стараюсь. Я учусь, в общем-то. Это приятный процесс. Анечка, к сожалению, в наше время практически стекло. У вас есть потрясающая возможность, как у Снегурочки, поздравить людей в разных странах с наступающим Новым годом. И не нарушать нашу традицию. Вы знаете, программа всегда заканчивается стихами. Поскольку немецкого вы не знаете, как мы выяснили, и поэтому не работаете, и вы перейте, то можно в любом другом языке. Например, на итальянском, которым, как я понимаю, уже владеть в совершенстве. Тут же никуда не денешься. С оперой-то. А можете на русском? На русском. Ну, вообще, просто. Расскажи, Снегурочка, где я была? Расскажи, Камилая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз. Пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плесать, выходи. И-и-и! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Погоди! Аня! Вот я же говорил, что все равно акапелла споете. Никуда не денетесь. Раскрутили. Раскрутили. Анечка, я вам очень благодарен за то, что вы брали время и пришли. Я вам хочу пожелать радости творчества в новом году, чтобы все складывалось исключительно замечательно, чтобы замечательные были спектакли, замечательные режиссеры, замечательные зрители, чтобы все шло, как раньше говорили, как дети в школу, чтобы все было высший класс. Спасибо. А самое главное, самое главное, чтобы был здоров, счастлив ваш маленький ребятенок. Тихо, тихо! Потому что, судя по моим наблюдениям за Снегурочкой Нетребко, за последнее, видимо, время, за последний год, наверное, маленький Тиша стал самым главным то, что у него в жизни существует. И, наверное, из-за этого она, собственно, и изменилась. Ну да. Похожа на правду? Конечно. Ань, спасибо вам большое. Счастья и удачи. Спасибо. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы еще раз вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Счастья вам, здоровья и будьте, пожалуйста, благополучны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Аня, какая же вы хитрая, а? Я вот понял, почему. Я вас и так, и сяк. Я оценил. А вот, Анечка, не любите ли вы джаз, а может быть, романс, а может быть, русские народные песни? Да, я очень люблю. А спойте нам кусочек. А так, конечно, какой же спойте кусочек, если я все это не люблю и не пою. Аня, ну, что-нибудь, немножко. Не-не-не, не, петь в студии, не-не-не. Ну, пожалуйста. А что такого? Не-не-не. Ваш партнер Хворостовский здесь пел, не остановить было. Он талант, а я нет. Он может, у него прекрасный, у него такой репертуар целый этих песен, он так замечательно их поет. А у вас что, ничего нету? Да я оперу пою все время. И все время? Ну да. Надоело мне будет страшно? Ну, что вы? Надоело, не буду петь, честно. Может быть, возьмете, знаете что, ладно, бог с ним. Может быть, действительно, сейчас, когда с Филиппом отпоете, возьмете у него несколько вещей, попсы нормальные, и будет у вас что петь. Такие странные, что ядер. Нет. Женщина моего возраста уже как бы так нельзя так петь такие вещи. Аня, вы все время котетничаете и прибедняетесь. Если бы речь шла о каком-то вашем таком возрасте, неужели бы я вас пригласил на роль Снегурочки? Нет. А поскольку я еще и женщина, то я вдвойне избалована. Ну, если вы это сами понимаете, значит, не так уж и избалованы. Вообще, Аня, это комплимент то, что говорят, что вы, в общем-то, совершенно не похожи на классический образ оперной певицы. Скорее, похоже, странно, что вот такая женщина, которую можно было бы назвать моделью, обладает таким потрясающим голосом. Это хорошо, что вы совершенно не попадаете в такой классический образ, как все люди представляют оперную певицу? Наверное, хорошо. Я ничего специально для этого не делала. Это просто как-то так получилось. На самом деле, очень много певиц и певцов, которые замечательно выглядят, и при этом у них роскошный голос, они двигаются, играют и поют. Ну, может быть, я просто как-то так попала под прицел. Аня, вы звезда без... Я не люблю это слово, но, тем не менее, другого не придумали. Вы звезда без преувеличения мировой величины. На афишах иногда не пишут даже фамилию. Пишут просто «Анна», и достаточно. Народ ломится, цены на билеты спекулянты продают такие, что неизвестно, сравнимы эти цены с вашими гонорарами или нет, если взять все билеты. И все равно вот вы сейчас волнуетесь. Вы очень чувствительный человек. А чего вы волнуетесь? Я волнуюсь. Ну, потому что для меня, наверное, привычнее выступать на сцене, чем сидеть вот так перед камерой в разговоре. Вы не очень это любите? Ну, не то, что я не люблю это, но это просто для меня что-то такое, чего я не делаю постоянно. Вы себе не представляете, как я вам признателен, что, несмотря на это, вы согласились на эту встречу. Я это действительно очень ценю. Ну, а уж то, что вы согласились накинуть на себя вот эту серебряную штучку, чтобы еще больше соответствовать роли Снегурочки, так вообще. Как с режиссерами? Насколько режиссерам приятно с вами работать? Насколько вы мобильны, как актриса? Потому что очень многие режиссеры, наши с вами общие знакомые, с кем я беседовал, и Франческо Замбелло, и Тителли, Александров, говорят, и это правда, что существует огромное число оперных артистов, с которыми работать мука мученическая. Потому что как актеры это беда. И чуть-чуть подвинуть в сторону – это всегда трагедия. Самое главное – встать на мизансцену, набрать воздух, диафрагму и попасть точно в ноту. Насколько не тряпка, мобильно, как актриса в работе? Могу сказать, что я довольно мобильно. Я могу делать очень многие вещи на сцене, даже петь. Аня, какая же вы хитрая, а? Я вот понял, почему. Я вас и так, и сяк. Я оценил. А вот, Анечка, не любите ли вы джаз, а может быть, романс, а может быть, русские народные песни? Да, я очень люблю. А спойте нам кусочек. А так, конечно, какой же спойте кусочек, если я все это не люблю и не пою? Аня, ну, что-нибудь, немножко. Не-не-не, петь в студии, не-не-не. Не, пожалуйста. А что такого? Не-не-не. Ваш партнер Хворостовский здесь пел, не остановить было? Он талант, а я нет. Он может, у него прекрасный, у него такой репертуар целый, этих песен, он так замечательно их поет. А у вас что? Ничего нету? Да я оперу пою все время. И все время? Ну да. Надоело мне, будет страшно? Ну что? Надоело? Не, не буду петь, честно. Может быть, возьмете, знаете что, ладно, бог с ним, может быть, действительно, сейчас, когда с Филиппом отпоете, возьмете несколько вещей, попсы нормальные, и будет у вас что петь. Такие странные, ядер. Нет, нет, женщина моего возраста уже как бы так нельзя петь такие вещи. Аня, вы все время катетничаете и прибедняетесь. Если бы речь шла о каком-то вашем таком возрасте, неужели бы я вас пригласил на роль Снегурочки? Ну подумайте сами. А Снегурочки тоже разные бывают? Кати, Снегурочки все молодые и прекрасные. Они, конечно, могут быть иногда шатенками и брюнетками, а не блондинками, но то, что они молодые и прекрасные, это точно. Поэтому то, что вы исполняете роль Снегурочки сегодня, это доказательство того, что ни о каком возрасте речи сегодня нет. Кстати, вы человек суеверный, вы верите, вот там наступает год Белого Тигра. Кто вы по гороскопу? Я, по-моему, кабан и дева. То есть, судя по тому, что вы говорите «по-моему», вы к этому спокойно отнестесь? Нет, она вам не нравится. Я не верующий человек. Я не верю ни в какие религии. Абсолютно атеистка. Но китайский гороскоп мне нравится. Я даже звоню своим подружкам и говорю, так, девочки, что одеваем на этот Новый год, что у нас там на столе? Просто потому, что это нравится. Я не знаю, верю ли я в это или нет. Наверное, нет. А есть какие-то манки, как раньше говорили старики в театре, вот какие-то, что перед выходом на сцену надо обязательно сделать то или не сделать, нет? Я не спрашиваю, что, потому что я понимаю, что это табу, никто об этом никогда не говорит. Но, тем не менее, есть какой-то ритуал? Ничего нет. Абсолютно. Какая приземленная женщина, несмотря на воздушную совершенно внешность? Ну, к сожалению, можно выполнять все ритуалы и делать все, что угодно, и выйти, и навалять во всех местах. А можно плохо себя чувствовать, нет, не голоса даже разговорного, выйти и спеть лучше спектакль. Смотрю другие спектакли, я смотрю моих коллег очень часто, и мне это очень нравится. И вот я замечаю такие вещи для себя, что иногда режиссура превалирует над музыкой, и этого не должно быть в оперном театре. Как вы думаете, если мы сейчас посмотрим фрагменты Стравиаты с вашим, естественно, участием, это будет доказательством того, что вы говорите, или наоборот, противовес тому, что вы сейчас сказали? Это постановка очень особенная, она готовилась шесть недель, это огромный срок. Мы работали очень серьезно, и это Вилли Декер, режиссер, которому я доверяла от начала и до конца. То есть я исполняла все, что он делал, это очень редко случается. Ну, тогда смотрим. Да. Аня, Виолетта в Травиате, да, Розина, Сивильский цирюльник, Марфа, Царская Невеста, можно перечислять до упора. Осталось что-то из неспетых партий, которые хотелось бы вообще спеть, или уже перепето все? Джульетта? Что осталось-то? Ой, очень много. Например? Опер-то много понаписано. Ну да, особенно плохих. Хорошие вы все перепели? Нет, неправда, столько существующих. Ну так что осталось? В следующем году я буду петь Анну Балену. Это очень интересная партия, очень трудная. Опера Деницетти. Вот, и мне нужно будет изображать королеву. Нужно будет подучить немножко историю, что про что. А то я так только Тюдоров смотрела, сериал, знаете. Мне понравилось. Вот, а вы еще и кокетка. Замечательный, мне очень нравится. А то. Ну, Деницетти, еще что? Ну вот, согласилась Петя Онегина зачем-то через два года. Очень просили. Новая партия будет. Жалеете, что согласились? Ну, немножко мне не по голосу. Ну, я думаю, через два года как-нибудь что-нибудь сделаем, свояем. Это мне учить не надо, это я знаю. 2002 год. Ну, в общем, такой серьезный момент в вашей истории, в вашей карьере, да? Метрополитен-опера и Наташа, да? Сильно действительно это изменило жизнь, вывело на какой-то иной уровень? Или это, в общем, такое нормальное продолжение движения? Ну, дебют в Метрополитен-опере – это всегда очень важное событие в жизни любого певца. Конечно, это было что-то очень особенное. Тем более «Война и мир», тем более такая партия. Там есть все. Великолепная музыка, прекрасный образ. Наверное, одна из самых моих любимых партий. Наверное, поэтому как-то это было отмечено и замечено. Наверное, начиная с этого момента, весь мир без преувеличения, ну, что ни о каком возрасте речи сегодня нет. Кстати, вы человек суеверный, вы верите, вот там наступает год Белого Тигра. Кто вы по гороскопу? Я, по-моему, кабан и дева. То есть, судя по тому, что вы говорите «по-моему», вы к этому спокойно отнестесь? Нет, она вам не нравится. Я не верующий человек. Я не верю ни в какие религии. Абсолютно атеистка. Но китайский гороскоп не нравится. Я даже звоню своим подружкам и говорю, так, девочки, что одеваем на этот Новый год, что у нас там на столе? Просто потому, что это нравится. Я не знаю, верю ли я в это или нет. Наверное, нет. А есть какие-то манки, как раньше говорили старики в театре, вот какие-то, что перед выходом на сцену надо обязательно сделать то или не сделать, нет. Я не спрашиваю, что, потому что я понимаю, что это табу, никто об этом никогда не говорит. Но, тем не менее, есть какой-то ритуал? Ничего нет. Абсолютно. Какая приземленная женщина, несмотря на воздушную совершенно внешность. Но, к сожалению, можно выполнять все ритуалы и делать все, что угодно, и выйти, навалять во всех местах. А можно плохо себя чувствовать, нет, ни голоса даже разговорного, выйти и спеть лучший спектакль. Поэтому на это не надо обращать внимание. Надо просто концентрироваться и все, по возможности. Ань, кроме того, как на работу, на ребенка, которому он 15 месяцев, я понимаю, сколько на это идет и любви, и сил, и времени, и откуда наберется, непонятно. Плюс подруги. Что-то еще существует в жизни какая-то отдушная? Ну, кто-то лобзиком выпиливает, кто-то в гольф играет, кто-то из базуки стреляет. Что-то есть или практически ничего больше нет? Дом, семья, работа. Все. Ой, вы так сказали. Жизнь такая прекрасная, насыщенная. Он так дом себе работает. Насыщенная чем? Кроме дома. Я поэтому и спрашиваю. На что-то еще хватает времени? Ну, сейчас как-то меньше. Но вообще я стараюсь. Я вот хожу в театр. Сегодня я пойду на премьеру фильма. Найн. Меня пригласили, с удовольствием пойду, посмотрю. На концерты хожу. С моим мужем мы очень любим готовить. Он лучше готовит меня. Но я тоже так стараюсь, я учусь. Это приятный процесс. Анечка, к сожалению, в наше время практически стекло. У вас есть потрясающая возможность, как у Снегурочки, поздравить людей в разных странах с наступающим Новым Годом. И не нарушать нашу традицию. Вы знаете, программа всегда заканчивается стихами. Поскольку немецкого вы не знаете, как мы выяснили, поэтому не работаете. Вы перейте. То можно в любом другом языке. Например, на итальянском, которым, как я понимаю, уже владеть в совершенстве. Тут же никуда не денешься. С оперой-то. А можете на русском? На русском. Очень просто. В общем-то, попробовать меня в Мариинском театре. Мы пришли на прослушивание, на роль Барбарины, потому что я была все еще очень молода. 22 года – это действительно очень рано. И мы решили попробовать. И меня взяли сначала на Барбарину, но потом я скакнула сразу на Сюзанну, потому что режиссеру я очень понравилась. Я как-то сразу как-то так вошла, быстро запомнила, что куда делать и провернула всю сцену без ошибки. И Барбарины, в общем, я никогда не была. Я сразу стала Сюзанной. Это был мой дебют. Там заметил Гергиев? Нет, Гергиев заметил меня позже. Он меня пригласил на Руслана и Людмилу в Сан-Франциско. Это была моя вторая партия. И пошло-поехало? Ну да, так. Пошло-поехало. Говорят, что... Вот я тут навожу справки среди общих знакомых, прежде чем встретиться с человеком. Говорят, что нетребка совершенно не заражена звездной болезнью. Это вам комплименты, собственно говоря, делают? Или вы на самом деле не страдаете? Не страдаю. Не капризная? Капризная. Как женщина. Ну, это как нормально. Это как женщина, и тем более как Снегурочка. Но без звездочек. Нет, без звездочек. Капризная, как всякая избалованная женщина. А я избалована, конечно. С мужчинами или режиссерами? Нет. Ну, жизнь у меня такая. Вообще, оперные певцы должны себя любить, холить или леять. Потому что, естественно, все зависит от нашего состояния, от нашего голоса. Мы работаем нашим голосом, нашим организмом. Поэтому у нас к себе особое отношение. Вот. А поскольку я еще и женщина, то я вдвойне избалована. Ну, если вы это сами понимаете, значит, не так уж и избалованы. Вообще, Аня, это комплимент, то, что говорят, что вы, в общем-то, совершенно не похожи на классический образ оперной певицы. Скорее, похоже странно, что вот такая женщина, которую можно было бы назвать моделью, обладает таким потрясающим голосом. Это хорошо, что вы совершенно не попадаете в такой классический образ, как все люди представляют оперную певицу? Наверное, хорошо. Я ничего специально для этого не делала. Это просто как-то так получилось. На самом деле, очень много певиц и певцов, которые замечательно выглядят. И при этом у них роскошный голос. Они двигаются, играют и поют. Ну, может быть, я просто как-то так попала под прицел. Аня, вы звезда без... Кроме того, как на работу, на ребенка, которому он 15 месяцев, я понимаю, сколько на это идет и любви, и сил, и времени, и откуда наберется, непонятно. Плюс подруги. Что-то еще существует в жизни какая-то отдушина? Ну, кто-то лобзиком выпиливает, кто-то в гольф играет, кто-то из базуки стреляет. Что-то есть или практически ничего больше нет? Дом, семья, работа. Все. Ой, вы так сказали. Жизнь такая прекрасная, насыщенная. Дом, семья, работа. Насыщенная чем? Кроме дома. Я поэтому и спрашиваю. На что-то еще хватает времени? Ну, сейчас как-то меньше. Ну, вообще, я стараюсь. Я вот хожу в театр. Сегодня я пойду на премьеру фильма. Найн. Меня пригласили. С удовольствием пойду, посмотрю. На концерты хожу. С моим мужем мы очень любим готовить. Он лучше готовит меня. Но я тоже так стараюсь. Я учусь, в общем-то. Это приятный процесс. Анечка, к сожалению, в наше время практически стекло. У вас есть потрясающая возможность, как у Снегурочки, поздравить людей в разных странах с наступающим Новым Годом. И не нарушать нашу традицию. Вы знаете, программа всегда заканчивается стихами. Поскольку немецкого вы не знаете, как мы выяснили, и поэтому не работаете. Вы перейте. То можно в любом другом языке. Например, на итальянском, которым, как я понимаю, уже владеть в совершенстве. Тут же никуда не денешься. С оперой-то. А можете на русском? На русском. Ну, сейчас просто. Расскажи, Снегурочка, где я была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз. Пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи. Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз, погоди! Аня! Вот я же говорил, что все равно акапелла споете, никуда не денетесь. Раскрутили все. Раскрутили. Анечка, я вам очень благодарен за то, что вы брали время и пришли. Я вам хочу пожелать радости творчества. В новом году, чтобы все складывалось исключительно замечательно, чтобы замечательные были спектакли, замечательные режиссеры, замечательные зрители, чтобы все шло, как раньше говорили, как дети в школу, чтобы все было высший класс. А самое главное, самое главное, чтобы был здоров, счастлив ваш маленький ребятенок. Тихо, тихо! Потому что, судя по моим наблюдениям за Снегурочкой Нетребко, за последнее, видимо, время, за последний год, наверное, маленький Тиша стал самым главным, то, что у него в жизни существует. И, наверное, из-за этого она, собственно, и изменилась. Ну да. Как считают в вашей родной Австрии. В нашей родной Австрии, да. Неправда, очень много русских певцов там поет. Ну это сейчас. А кто пел раньше? Казарновская пела, по-моему, все. Потому что никто Моцарт или не пел. И все говорили, что русские Моцарт петь не могут. Не так разница? Да, действительно. Ну потому что русские певцы, как правило, имеют очень крупные голоса. И они известны на Западе, как исполнители Вагнера или Верди, как Мария Гулигина. Сколько лет она поет такой крепкий репертуар. И она практически одна, кто тянет на себе такой репертуар. А легких голосов в России, в общем-то, это редкость. Вот. А Моцарт требует именно такой легкости. То есть, когда вы приступали к репетициям Доны Анны в Дон-Жуане в Зальцбурге, мало кто верил, что, собственно, будет такой эффект, разорвавшаяся бомба? Никто не верил, и я не верила. Никто из моих друзей, ни мои коллеги, ни мои педагоги, никто не верил. Во-первых, Дон-Анна – это партия для другого голоса всегда считалась. Говорят, зачем ты это поешь? Говорю, не знаю, попросили. Ну, я поеду, спою прослушивание. Харнанкур ищет Дон-Ну Анну уже пять лет, и не может никого найти. Он всех пересмотрел, никто не нравится. Я вышла, спела две фразы, он говорит, окей, будем работать. Был для меня большой сюрприз. Ну, вы же рисковали, Аня. Вообще, видимо, судя по всему, такая рисковая дамочка, да? То есть, вот типа, можно вабанг сыграть. А если бы вы грохнулись в этой роли, что вполне могло бы произойти, учитывая, что это еще не ваша партия? То есть, вы на риск пошли. Я правильно понимаю ситуацию? Ну, да. Насколько это вообще не в творчестве, а в жизни для вас характерно вообще человек, который любит поиграть с судьбой и рискнуть? Я не могу сказать, что я люблю поиграть или рисковать, но, конечно, выходить на тысячную публику, это надо иметь определенный склад характера. Надо иметь силу воли определенную. А тем более, вот эти вот живые спектакли, которые транслируются на весь, на многие кинотеатры, и многие миллионы зрителей смотрят, и камера очень близко настроена, это очень страшно. То есть, это надо, надо иметь стальные нервы. Они у вас есть? Да. То есть, это вы только по первому впечатлению, такая вот обаятельная, котетливая красотка, а на самом деле внутри сидит такой жесткий стержень? Я могу стрелять из базуки. Пробовали? Да. Попадали? Да. Да я не спрашиваю, в кого, обратили внимание. Ну, сами-то чувствуете наверняка. Точно так же, как, по-моему, год спустя, тоже было очень важное событие, я имею в виду Моцарта, потому что, насколько мне известно, русские Моцарты петь не умеют, как считают в вашей родной Австрии. В нашей родной Австрии, да. Неправда, очень много русских певцов там поют. Ну, это сейчас. А кто пел раньше? Казарновская пела, по-моему, все. Потому что никто Моцарта или не пел. И все говорили, что русские Моцарта петь не могут. Не так разница? Да, действительно. Ну, потому что русские певцы, как правило, имеют очень крупные голоса. И они известны на Западе, как исполнители Вагнера или Верди, как Мария Гулигина. Сколько лет она поет такой крепкий репертуар. И она практически одна, кто тянет на себе такой репертуар. А легких голосов в России, в общем-то, это редкость. А Моцар требует именно такой легкости. То есть, когда вы приступали к репетициям Доны Анны в Дон-Жуане в Зальцбурге, мало кто верил, что, собственно, будет такой эффект разорвавшейся бомбы? Никто не верил, и я не верила. Никто из моих друзей, ни мои коллеги, ни моей педагоги, никто не верил. Во-первых, Дон-Анна – это партия для другого голоса, всегда считалось. Говорят, зачем ты это поешь? Говорю, не знаю, попросили. Ну, я поеду, спою прослушивание. Харнанкур ищет Дон-Анна уже пять лет и не может никого найти. Он всех пересмотрел, никто не нравится. Я вышла, спела две фразы, он говорит, окей, будем работать. Был для меня очень большой сюрприз. Ну, вы же рисковали, Аня. Вообще, видимо, судя по всему, такая рисковая дамочка, да? То есть, вот типа, можно ва-банк сыграть. А если бы вы грохнулись в этой роли, что вполне могло бы произойти, учитывая, что это еще не ваша партия. То есть, вы на риск пошли. Я правильно понимаю ситуацию? Ну, да. Насколько это вообще не в творчестве, а в жизни для вас характерно? Вообще, человек, который любит поиграть с судьбой и рискнуть? Я не могу сказать, что я люблю поиграть или рисковать, но, конечно, выходить на тысячную публику, это надо иметь определенный склад характера. Надо иметь силу воли определенную. А тем более, вот эти вот живые спектакли, которые транслируются на весь, на многие кинотеатры, и многие миллионы зрителей смотрят, и камера очень близко настроена. Это очень страшно. То есть, это надо... Надо иметь стальные нервы. Они у вас есть? Да. То есть, это только по первому впечатлению такая вот обаятельная... И, в общем-то, все мои менеджеры, они так дослушали, так рот у них медленно открывался, и говорят, вот это да. И говорю, ну, а почему бы нет? Собственно говоря. Это же ничего никому не будет стоить. Мы запишем песню, и пожалуйста, все. Ну вот, поскольку у меня рот тоже медленно открывался, как у ваших менеджеров, я должен сделать небольшую паузу. И пока, к сожалению, друзья, мы не можем посмотреть Анну Нетребко в паре с Филиппом Киркором. Придется удовлетвориться богемой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А спой в Дон Жуане, в Зальцбурге, мало кто верил, что, собственно, будет такой эффект, разорвавшийся бомбой. Никто не верил, и я не верила. Никто из моих друзей, ни мои коллеги, ни моей педагоги, никто не верил. Во-первых, Дон Анна – это партия для другого голоса, всегда считалась. Говорят, зачем ты это поешь? Говорю, не знаю, попросили. Ну, я поеду, спою прослушивание. И Харнанкур ищет до Нуана уже пять лет и не может никого найти. Он всех пересмотрел, никто не нравится. Я вышла, спела две фразы, он говорит, окей, будем работать. Был для меня большой сюрприз. Ну, вы же рисковали, Аня. Вообще, видимо, судя по всему, такая рисковая дамочка, да? То есть, вот типа, можно ва-банк сыграть. А если бы вы грохнулись в этой роли, что вполне могло бы произойти, учитывая, что это еще не ваша партия. То есть, вы на риск пошли. Я правильно понимаю ситуацию? Ну, да. Насколько это вообще не в творчестве, а в жизни для вас характерно? Вообще, человек, который любит поиграть с судьбой и рискнуть? Я не могу сказать, что я люблю поиграть или рисковать, но, конечно, выходить на тысячную публику, это надо иметь определенный склад характера. Надо иметь силу воли определенную. А тем более, вот эти вот живые спектакли, которые транслируются на весь, на многие кинотеатры, и многие миллионы зрителей смотрят, и камера очень близко настроена. Это очень страшно. То есть, это надо... Надо иметь стальные нервы. Они у вас есть? Да. То есть, это вы только по первому впечатлению такая вот обаятельная, котетливая красотка, а на самом деле внутри сидит такой жесткий стержень. Я могу стрелять из базуки. Пробовали? Да. Попадали? Да. Да я не спрашиваю, в кого. Обратите внимание. Судя по всему, попадали неоднократно, поэтому я просто не хочу тратить время программы на перечисление. Да, шучу, шучу. Ну, хорошо. Вернемся ненадолго. Если не к детству, то чуть раньше. А, насколько мне известно, вы росли в такой замечательной интеллигентной семье, не имеющей никакого отношения к искусству, да, и окружали у ваших родителей, естественно, у вас люди, которые ходили в походы, пели песни под гитару, да, несколько иная стилистика и несколько иной круг. Насколько этот круг для вас сегодня чужой? Насколько вы сегодня такая светская, ну, я не могу сказать к певице с мировым именем, применить слова «светская львица». «Светские львицы» — это у нас обычно женщины, которые славятся другими подвигами. Другими подвигами. Да. Другими подвигами. Да. Другими подвигами.